всем привет на моем канале сегодня такая интересная штука в руки попала это значит водомет с электросерфа как сказали типа нашего производства российского начали собирать доски электро и вот такая конструкция там стоит здесь прикручивается двигатель здесь спрямляющий винт накручивается сопла сюда конечно не знаю как они все это рассчитывали если сравнивать джетовским то интересные сопла ну видимо инженеры все рассчитали вот такой маленький конус так какая проблема значит случилось оборвала лопасть и это уже второй винт 1 оборвала откатались три дня и оторвало вторую лопасть не знаю или качество металла такое или винт просто не рассчитан то что не видно большой шаг у винта здесь такой жесткий заход получается во время старта прям лопасть такой усиленно не на излом идет ну это мы не узнаем это железка на не расскажет что с ним случилось проблему надо было решить изначально когда я разобрал эту доску то есть посмотрел принципе джетовский винт похожий и диаметр такой же тем более есть электросерфы которые на джетовских водометок довольно нормально катают я просто думал поменять винт джетовский который прочней и все проблема решена там работы на полдня но когда я разобрался и начал смотреть конечно чуть-чуть я под расстроился потому что винта другого вращения и тут все тянет друг за друга получается так просто винт поменять нельзя если даже поменять винт изменить направление двигателя поменять фазу то спрямляющий он тоже в другую сторону вот а проблема решить эту надо и довольно быстро значит какое я решение принял то взял спрямляющий же терфа по размеру он сюда отлично подходит только он больше то есть вот насколько даже сопла сюда и не накрутится обрезал спрямляющий меньше сделал тоже получается ступица длиннее стало это ступицу тоже джетовской взял обрезал ступицу то есть вот насколько я и уменьшил здесь резьбу нарезал под конус резьбы кстати одинаковые как на джете только конус какой-то они не знаю формы страны ну видимо по соплу рассчитывали тут сопла тоже такое необычное если брать джетовский конус вот он и такой ну это экспериментировать не будем как завода было так и оставим значит все у нас получается поменяли направление другую сторону спрямляющий другая ступица джетовский навал посажу все и на двигателе на будет поменять направление то есть перекинуть провода тему два провода любые так что вот так принципе решил думаю решить эту проблему сейчас все это соберу в кучу установлю и покажу потом чем не получилось продолжение видео значит что получилось у меня сделать винт посадил на вал по длине обрезался винт на шпонку посадил и на клей вот точно не провернет диаметр вала десятка теперь был двенадцатый здесь сделал такую втулочку с разрезом все очень плотно руками туго проворачивается зажмется и будет держаться винт откалибровал тоже по диаметру обечайки ничего не цепляет все нормально спрямляющий которая показывал обрезал вклеил сюда его на клей уже все высохло также подшипника узел все на клею сидит два подшипника посередине распорочная втулка что подшипники друг об друга не терлись и расстояние было принципе все расстояние эти выдержал как на заводском винте остались так сейчас это соберу все вот и и и и и и и и и все крутится ничего не цепляет и и и и и и и и все вода нет готов только теперь он другого вращения надо будет на доске переставить фазы чтобы изменить вращение но с этим принципе проблем не будет так что отправляем теперь можно сказать это водомет джет серфа такая интересная конструкция конечно все это в доску вставляется двигателя здесь прикручен к этому корпусу и омывается водой им то есть здесь как видно на водомете нету трубок не охлаждение не отсоса все охлаждение происходит внешне от потока воды теперь отправлю проведут испытания интересно вообще как будет этот винт работать здесь у этого немножко шаг другой был и другого вращения но вращения принципе нету разницы какую сторону вот шаг немножко изменился